В Израиле репутация очень профессиональных силовых структур, при этом под Тель-Авивом есть военная часть, весь личный состав, который не годен к службе. Подразделения много женщин в большинстве пожилого возраста. Это иностранные туристы, которые вместо экскурсии и пляжа выбрали казарму и военную форму. Репортаж Юлии Ольховской. Это моя кровать. Это Эстер. А здесь спит Тамара. Венгерке Тунды Байокас недавно исполнилось 65, и она решила сделать себе на день рождения подарок. Приобрела путевку, но не в пансионат на море, а в израильскую армию. Комнату в казарме делят с тремя подругами. Всем уже выдали армейскую форму. У моих детей своя жизнь. Я на пенсии, но я активный человек, и мне скучно сидеть дома. Друзья рассказали, что в Израиле есть специальная программа для туристов, которые любят необычный отдых. Можно приехать и пройти армейские курсы. Вот я и решила попробовать. Срочным певицей и актрисой об армии Тунды быстро стало душой компании. Вау! Да, это я. Очень красивая. Разговорчики с офицерами только не в строю. Каждый день иностранцев, как у солдат, расписан по часам. Режим дня у волонтеров, конечно, более щадящий, чем у военнослужащих израильской армии. Подъем, например, не обязательно в 6 утра. Главное успеть к поднятию флага. Построение сразу после завтрака. Группа в сборе, инструкторы на месте. Звучит команда. Амадон. Вольно, смирно. Приготовиться к поднятию флага. Амадон. Каждый год армия обороны Израиля принимает не менее 4 тысяч туристов. В основном из Америки, Австралии, Европы. Обеспечиваем проживание и трехразовое питание. А те помогают военным. Ремонтировать танки, конечно, не придется. Работа в основном не сложная. Например, сортировать коробки с разными деталями для боевой техники. Бизнесмен из Голландии, Луис Колони, в Израиле уже не первый раз, но впервые примерил армейскую форму. То есть вы сейчас в отпуске? Да, да, в отпуске. А вы чувствуете себя как на отдыхе? Да, будем считать, что отдыхаю работая. Интересно, конечно. Шпионы сюда не попадут, уверяют инструкторы. Все волонтеры перед отъездом в армию проходят специальное собеседование у себя на родине. Израильтян туристы удивляют своим трудолюбием. Мы приехали на базу, и мы пропустили обед. И были очень голодные волонтеры, но они вообще не сердились об этом. Они сердились, что нет работы. Что мы приехали после обеда, и работа закончилась. И они просто даже не думали про еду, а что они хотят работать и помогать. Столовая для волонтеров отдельно от солдатской. Однако еда из одной армейской кастрюли. Много овощей и фруктов, но никаких конфет и тортов. У нас в армии не бывает праздников. В моей инструкции ничего не написано ни про Рождество, ни про Новый год. Поэтому ничего особенного и не готовим. Но у нас и так все вкусно каждый день. Нарезать круги по стадиону, отжиматься и участвовать в армейских учениях волонтеров, конечно, не заставляет. Но занятия спортом в армии приветствуются. Тренажеры для туристов установили рядом со столовой на свежем воздухе. Когда я сказала о поездке друзьям, они мне, о, здорово, ты едешь в Израиль. Я говорю, да, я еду в армию. Что? Мои коллеги подумали, что я сошла с ума. Волонтеры говорят, главное, что они приобретают в армии новые навыки, новых друзей и, конечно, воспоминания на всю жизнь. Из всех туристов, получивших израильский и армейский опыт, около трети на следующий год приезжают сюда снова. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов и Двора Фридман. Первый канал. Израиль.